Добрый день, уважаемые коллеги, подписчики, инстаграма, ютюба, телеграм-канала, коллеги, абитуриенты, студенты наши и врачи общей практики. Я рад вас приветствовать в школе эмоционального интеллекта. Меня зовут Алексей Красиков. И мы сегодня проводим некоторую запланированную лекцию о панических атаках. Я вижу, что присоединяется аудитория. К сожалению, я вас не вижу, но вижу циферки, так сказать. Я без вашего позволения отключу сейчас комментарии. Да, вот я научился это делать, потому что очень хочется сосредоточиться на той лекции, которая сегодня у меня запланирована. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Алексей. Я 15 лет занимаюсь тревожными расстройствами. Это мой основной профиль. Этот профиль можно назвать сегодня одним из самых востребованных профилей в психотерапии. Несмотря на то, что психотерапия разделена на множество направлений, не только методов и школ, но и по своему применению. Да, психотерапия может быть и после стресса, после травматической, она может быть клинической, диагностированной. В общем, множество направлений. И вот тревожные расстройства – это тема моих научных изысканий, моих личных исследований и моей личной практики. В практике, как выяснилось, уже больше 15-20 тысяч часов, а именно индивидуального консультирования. Начал я консультировать аж в 2007 году. И еще до того, как я официально начал юридически работать, эти консультации выглядели в социальных сетях, в Одноклассниках, ВКонтакте. Я был еще молодой. Привело меня в эту профессию то, что в 2006 году, когда я работал в ресторанах, я сам столкнулся с необъяснимыми, так сказать, самочувствиями. Будучи даже спортсменом и по одному из образований персональный тренер, я умудрился испугаться, потому что я был на 100% уверен, что у меня сердечный приступ. И что все, как бы, конечное. И тогда, в 2006 году, не было никакого ютюба, не было никаких блогеров, не было никакой информации. Мне пришлось самому изыскивать по крупицам, что это такое, что со мной происходит. Очень мне помогла кардиолог. Мне вот фортануло, так сказать. Она сказала, что сердцем у тебя все в порядке, это что-то психологическое. И я, будучи аналитиком по складу, ну скажем так, ума, что ли, да, начал проводить сам с собой такую разъяснительную аналитическую работу. Самостоятельно смог себе объяснить, что со мной происходит. Немного почитал работу клиники неврозов имени Бехтерева. На тот момент еще был жив Борис Дмитриевич Кровосарский, его коллеги. И, в общем-то, очень быстро понял, что это такое, и начал разбираться дальше. Затем я стал снимать видео для Ютьюба уже в 2011 году, случайно совершенно, потому что я консультировал бесплатно в социальных сетях людей несколько лет. И так от этого устал, что, в общем-то, решил снять видео. Мне подсказали, что есть такая платформа Ютьюб. И я выложил туда несколько роликов и думал, что на этом все закончится. Это был 2011 год. Это были первые видео о панических атаках и вегетососудистой дистонии вообще, в принципе, в российском РУТ-тюбе, так сказать. Так что я немножко такой, можно сказать, первопроходец. Снял видео. Вопросов, к моему удивлению, стало еще больше. Положительная реакция была тоже приличная, так сказать. Я по зову моих подписчиков не мог не продолжить снимать свои видео. Потом меня стали троллить в социальных сетях и на форумах. Основной троллинг заключался по поводу моей внешности. Он, собственно говоря, наверное, никогда не закончится. Я не знаю, что они нашли в моей внешности такого, но, видимо, как-то вот почему-то люди не очень спокойно к этому, в общем-то, относятся почему-то. У всех разная внешность и все мы, так сказать, по-своему как-то выделяемся, наверное. Вот. И второй троллинг был по поводу отсутствия профильного образования. И я решил пойти учиться. Думал, что это будет моим хобби. Я никогда не мечтал стать психологом. Я всегда был аналитиком. И о психотерапии даже речь как бы и в моей голове не шла. Даже когда я справился со своей проблемой, просто это было такое хобби помогать ребятам в социальных сетях. Я думал, что я такой один. А когда я в 2007 году начал в социальных сетях, так сказать, работать, я увидел, что это какая-то проблема, которая касается очень многих людей тогда еще. Вот. И, в общем-то, так я начал снимать свои видео, посвященные вегет-сосудистой дистонии и паническим расстройствам. Именно эти видео послужили таким триггером к бурному росту блогеров в YouTube, которые впоследствии, именно благодаря моим роликам, именно благодаря той работе, которую ваш покорный слуга проделал, справились со своими сложностями и тоже продолжили работу в YouTube и в социальных сетях. Ну, к сожалению, мужества у многих не хватает об этом сказать. Я уж не говорю про какие-то истинные вещи, так сказать, но опустим это за скобки, скажем так. Как говорится, бог им судья. Вот. Сегодняшняя тема – это панические атаки. Причиной того, что я хочу сегодня провести с вами такую беседу, заключается не то, что это хайповая тема, но очень много блогеров, вот мне присылают всякие репосты, да, скажем так, очень много блогеров сталкиваются, видимо, со своими сложностями и они пишут про панические атаки. Это уже давно началось, и здесь есть две проблемы. Первая проблема заключается в том, что сейчас все называют паническими атаками, да, и я недавно разговаривал с одним человеком, они проводили исследование, оказалось, что 10 человек, которые ищут лекарства от панических атак и думают, что у них панические атаки, из 10 только у двоих истинные панические атаки, у остальных восьмерых тревожное состояние. Сейчас мы об этом поговорим, чем это отличается и как это дифференцируется и основные ошибки. Поэтому тема нашей сегодняшней лекции «Паническое расстройство и панические атаки в современном мегаполисе». Добро пожаловать! Если кто-то не знает, мой канал на YouTube называется «Неврозы мегаполиса», так и набираете в YouTube «Неврозы мегаполиса», и там, собственно говоря, несколько сотен лекций по неврозам, паническим атакам, ВСД, ОКР. Ипохондрия, и все, что, в общем-то, с этим связано. Давайте начинать. Значит, первое – это ошибка блогеров. И поскольку у них аудитория достаточно большая, вот эта ошибка, то, что вся тревожность теперь называется у нас паническими атаками, эта ошибка множится. Люди же, они не разбираются, и они верят своим, так сказать, лидерам мнений, и, в общем-то, повторяют за ними эту ошибку. Я думаю, что это где-то ради хайпа люди пишут про панические атаки, потому что это очень такая популярная тема. Из серии «Посмотрите, какая я настоящая, я с вами делюсь своими проблемами». Какие-то люди действительно испытывают различные сложности, но не всегда это панические атаки, поверьте. Вторая проблема заключается в очень слабой и низкой подготовке наших специалистов, будучи врачами общей практики, психиатрами, психологами. К сожалению, в нашей подготовке не в высших учебных заведениях, не в медицинских, не в психологических факультетах нету современного правильного психотерапевтического подхода. Есть некая номенклатурная программа, которая вообще не приспособлена решать сегодняшние проблемы современности в области психологического здоровья населения. И ваш покорный слуга приложит все усилия, чтобы эту проблему исправить, потому что до сих пор фельдшера скорой помощи говорят о ВСД, врачи общей практики ставят диагноз ВСД, там, где у человека тревога, говорят о панических атаках. Но я уж не говорю про терапию, которая в основном доминирует в психофармакоподход классический психиатрический. Поэтому мы живем в 21 веке, и, к сожалению, подготовка очень устарела. И вот это сочетание популярных блогеров с ошибочным представлением и неправильное, несовременное представление врачей и психотерапевтов, оно вот закручивается в такой ошибочный клубок и ошибочную спираль. Ваш покорный слуга занимается переподготовкой врачей и психологов. В нашей школе можно получить дополнительное профессиональное образование именно с прямым упором на тревожные расстройства, на их коррекцию вне фармакоподхода, но при необходимости в сочетанной терапии в бригаде с психиатром. Мы занимаемся немедицинским корректированием тревожных расстройств, но если необходимо, наши студенты умеют взаимодействовать с врачами и психиатрами, потому что медикаментозная терапия и именно психотерапия эмоционального интеллекта и управление эмоциями решают разные задачи. Фармакология решает задачу первого шага при необходимости и показаниях. Психотерапия и эмоциональный интеллект решают основную проблему. Но мы сегодня не будем о психофармакотерапии, но вскользь мы ее коснемся. Итак, что же такое паническая атака? Паническая атака это абсолютно здоровая, сейчас, наверное, многие будут удивляться, но вы должны меня внимательно послушать. Паническая атака это абсолютно здоровая физиологическая реакция организма. Она ничем не отличается от, скажем так, ситуации, когда вы выбегаете из горящего дома. Я вот этот пример привожу постоянно в своих лекциях. То есть, если посмотреть на вашу физиологию, когда вы бежите из горящего дома, у вас возникает та самая физиологическая паника. Вот паническая атака это, в принципе, паника, но панику можно разделить на две, в принципе, такие составляющие и части. Или патогенетическая концепция паники может быть ситуационно обусловленная, а может быть психологически обусловленная. Давайте разбираться. Когда человек выбегает из горящего дома, он испытывает паническую атаку. Но эта паническая атака обусловлена представлениями нашего мозга об опасности горящего дома. Когда человек испытывает паническую атаку в метро, он испытывает панику благодаря представлению о опасности, которая с ним случается в метро. Если в первом случае у нас опасность – это пожар, то при панических атаках опасность является вегетативное состояние человека, которое он трактует как раз-таки как угрозу. Вегетативное состояние очень разнообразное, поскольку вегетативная нервная система пронизывает все отделы и системы нашего организма, как педали газа и тормоза. Поэтому колебания артериального давления, ощущение головокружения, тахикардия, онемение, покалывание, мокрый пот холодный, слабость, вялость. И все это, когда нахлынувает на человека и он испытывает непривычное для себя состояние вегетативной дисфункции, прежде всего, что приходят людям в голову, что естественно с ними, с организмом что-то не так. И они именно это представление и пугаются. То есть паническая атака – вариант первый – при бегстве из горящего дома, и паническая атака – при неправильной интерпретации своего физиологического состояния. Вот это надо понимать. Я сегодня выписал себе несколько ключевых ошибок, которые люди, так сказать, исполняют в своей голове, иногда благодаря врачам, иногда благодаря интернет-форумам. Ну, мы сегодня все это постараемся успеть обсудить. Я надеюсь, у меня хватит времени. Поняли, что такое паническая атака? Это абсолютно нормальная, здоровая, ответная реакция вас на трактовку того, что происходит с вами. Если вы трактуете пожар как опасный, вы в панике выбегаете. Если вы трактуете ваше самочувствие как опасное, мысли как опасные, вы тоже будете паниковать и вы будете убегать. Вот это очень важно. Следующий тезис. Чем отличается паническая атака от тревоги? Здесь попрошу минутку внимания. Значит, это самая главная дифференциальная диагностическая штука при правильной работе с пациентами с паническим расстройством и паническими атаками. Если вы неправильно продезинфицируете клиента, неправильно будете дифференцировать, вы пойдете с клиентом не туда. Потому что основные принципы и постулаты работы с тревожностью и основные принципы и постулаты работы с паническим расстройством разные. И если человек жалуется на тревогу, а вы его пичкаете поведенческими упражнениями для панических атак, даже будучи абсолютно эффективными, человек не будет испытывать облегчения, потому что у него тревожное состояние, а не паническое расстройство. Может быть, было когда-то паническое расстройство, но он смог самостоятельно, возможно, это сам побороть. А вы все еще ему рассказываете поведенческие упражнения, проживание, подныривание, 33, усиление. Это все хорошие поведенческие методы, они работают, доказали свою эффективность на огромной выборке людей по всему миру, но они не работают с тревожностью. Так вот, чем отличается паническое расстройство от тревожного расстройства? Когда мы говорим о тревожном расстройстве, мы говорим о некой недифференцированной тревоге, которая направлена в будущее, где человек никуда не бежит. Человек ниоткуда не спасается. Он не выбегает из метро, он не вызывает скорой в последней надежде нажать красную кнопку со словами «помогите, кажись, конечная». Он не бегает со словами «у меня инфаркт», открывая окна, крича «скорой». Он не бегает на первый этаж пешком с девятого и с первого по девятый со словами «скорая – это я с инфарктом». Скорая, когда видит бегающего человека с инфарктом, они сразу очень делают грустные лица, потому что, в принципе, вы занимаете большую часть вызовов бригад скорых помощей в мегаполисах. Потому что человек с инфарктом ходить не может, он лежит и не двигается. И то же самое касается многих других состояний острых. В панической атаке люди, как правило, очень активны, потому что они подкреплены активным действием адреналина. Адреналин у них от того, что они сами себя испугали, и в этом испуге они пытаются спастись. Поэтому первый дифференциальный критерий и самый главный – паническая атака от тревоги отличается поведенческой компонентой. Во время паники человек спасается в большинстве случаев. Есть ряд людей, которым свойственно во время паники замирать и забиваться в угол, и, так сказать, просто впадать в анабиоз. Это обусловлено инстинктивными особенностями каждого человека. У нас реакция на адреналин у людей немного разная. Бей, беги, спасайся. В основном в популяции люди бегут, но есть такие вот люди, у которых такая вот на адреналин реакция именно спасаться или замирать. В основном бегут. Поэтому паническая атака – это вы бежите. Вы звоните, капаете корвалол. И главный второй дифференциальный момент – это убежденность. Вы убеждены в том, что с вами вот-вот произойдет жуткая катастрофа в виде смерти, шизофрении, потери сознания. И вы настолько в этом кристально убеждены, что вы так же кристально убеждены, как то, что вы сейчас смотрите мое видео. И вот эта кристальная убежденность в опасности, которая вам в моменте, прямо сейчас грозит, подталкивает ваш адреналин ко спасению. И вот это бегство от смерти и называется панической атакой. Ровно такое же бегство от смерти, как вы помните, мы сегодня с вами изучали выше, происходит во время пожара. Второй очень важный тезис. Как здесь играет роль вегетатика? Но прежде чем прийти к теме вегетатики, давайте поговорим с вами о том, такой типичной, наверное, ошибке, которую люди, из которой они начинают, так сказать. Многие думают, что панические атаки у них случились сегодня. И они заболели сегодня. Вот вчера было все хорошо, а вот сегодня они заболели, да? На самом деле это неправда. Правда заключается в том, что человек, когда испытывает острую уже вегетативную дисфункцию и пугает себя, это уже определенное конечное проявление невротического расстройства. Поясню. Жила была Зина. Шесть месяцев назад Зина стала задумываться о том, какой жизнью она живет. У нее произошла ряд, череда ситуаций, которая сочетается и в работе, и в личной жизни. Планы рухнули, ожидания не оправдались. И, в общем-то, череда ситуаций, к которым Зина отнеслась очень эмоционально и в личной сфере, и в профессиональной, все не так, не эдак, и все очень сверхценно эмоционально, Зина как-то пыталась аккумулировать в себе. Сначала у нее это получалось, она как-то отвлекалась, потом Зина начала замечать, что она стала хуже спать, потом как-то она стала ощущать некую вялость, но не придавала этому значения. Даже, в принципе, и не считала это проблемой. Потом эта вялость потихонечку-потихонечку переросла в какую-то повышенную активность, какую-то сдерганность, какую-то плаксивость, какую-то эмоциональность. Сон стал ухудшаться, Зина стала замечать, что она испытывает повышенную иногда тахикардию. Думала, что надо просто выспаться, и все будет хорошо. Но в один прекрасный момент по дороге домой, в парке, Зине стало как-то странно ощущаться самочувствие. Ей показалось, что у нее замирает сердце, что оно как будто останавливается, потом начинает стучать то быстрее, то медленнее, куда-то проваливается пульс. Зине пришли в голову замечательные идеи о том, что, кажется, у нее жесткая аритмия, а парк скорых нет, людей тоже было немного, какая-то парочка прогуливалась неподалеку. Зина стала чувствовать себя еще хуже, стала анимевать ноги и руки, сердце стало стучать и выпрыгивать из груди. Зина побежала, как Бен Джонсон, пробежав 100 метров за 9,4. Она добежала до людей со словами «помогите, пожалуйста, у меня сердечный приступ, вызовите мне скорую». И, в общем-то, так все и началось. К чему я это? К тому, что вегетативную реакцию, которую вы испытываете, с которых начинается ваш испуг, это уже следствие затяжной причины. Поэтому искать ответ на причину панических атак вчера – абсолютно бессмысленная затея. Причиной панических атак является ваш испуг, неправильная интерпретация вегетативного состояния. А причина повышенного вегетативного состояния, которая проявляется в тихикардии, бородикардии, кишечникам, расстройствам, общей тревожностью, напряжением, взвинченностью, щелкостью походки, галостью, мушке, немушке, головокружение, потеря концентрации, ухудшение памяти – все эти астеноневротические синдромы – это следствие затяжного тревожного расстройства, которое называется неврозой. Соответственно, вы должны понять, что тревожное расстройство у вас может быть 3, 6, 9 месяцев, но вы еще не испытывали никаких панических атак. И тревожное ваше расстройство никак не связано ни с сосудами, ни с сердцем, ни с раком, ни с кишечником, ни с остеохондрозом. Оно связано с вашей жизнью и вашим представлением о том, что происходит и как. И вот эта затяжная эмоциональная петрушка в какой-то момент достигает кульминации, возникает активная вегетативная дисфункция, которой вы пугаетесь, и вот так вы пришли к ошибочному представлению о том, что вчера еще было все хорошо, а сегодня как-то стало все плохо. Это иллюзия. Когда вы вышли в вегетативную активность и в паническую атаку, и в паническое расстройство, знайте, что вы пришли уже к тому, скажем так, объективному результату, которому и должны были прийти благодаря хроническому и тревожному состоянию. Надеюсь, это понятно. Еще раз подытожу. Паническая атака от тревоги отличается поведением и интерпретацией. Тревога – это общее вяло текущее состояние повышенной активности и тревожности, где вы не можете конкретно сказать, чего вы боитесь, вам просто как-то вот звенчено и тревожно, у вас куча вегетативных дисфункций, у вас куча беспокойства и напряжения, но конкретно ответить на вопрос, что с вами происходит, вы не можете. Когда у человека есть тревожное, паническое, простите, расстройство, он конкретно описывает, что он на улице, дома, еще где-то, испытывает приступы, как ему кажется, которые вот-вот его убьют, и он от этих приступов убегает, спасается, вызывает скорую, носит с собой валидол, волокордин и, в общем-то, пытается как-то миновать смерть. Поэтому главной ошибкой в этой связи являются два очень важных фактора. Предлагаю вам их записать или потом поставить на паузу и записать. Первый ошибочный фактор является то, что вы на самом деле пытаетесь неправильно представлять вегетативное состояние. То есть первая ошибка – это неправильная интерпретация вашего самочувствия. Именно неправильная интерпретация вашего самочувствия запускает вашу панику, как будто вы должны спастись от пожара. И вторая ошибка, самая такая главная, помимо того, что вы неправильно представляете эту историю, это то, как вы пытаетесь спастись от этого состояния. Вы либо не ходите больше в метро и в парк, либо ходите с таблетками, в общем, либо с родителями, либо под прикрытием транквилизатора. В общем, вы делаете все, чтобы только этого не случилось, а как только это случается, делаете все, чтобы это быстрее прекратилось. И вот эта триада, скажем так, поведенческих и когнитивных ошибок и создает тревожное расстройство, которое потом замыкается, в итоге вы начинаете ограничивать передвижение. Соответственно, чтобы избавиться от тревожного расстройства, мы работаем на первом этапе по этой триаде. Первое – это правильное представление о том, что у вас вегетативная активность, которая абсолютно безопасна, и ваша вегетативная активность, какая бы она ни была, скажем так, некомфортная, она не представляет никакой угрозы, потому что вы бегаете по беговой дорожке, бегаете за троллейбусами, вы занимаетесь иногда спортом, половой жизнью, вы иногда нервничаете, и в принципе организм абсолютно нормально работает в этой связи. Вы испытываете какие-то экзамены, какие-то прочие эмоциональные проблемы, и здесь нет сложности. Но продавать себе историю, что ваша вегетатика вас убьет, это и есть неправильная первая компонента. И вторая неправильная компонента – это то, что вы пытаетесь избежать повторения вегетативной реакции, потому что думаете, что вам это смертью грозит. Я думаю, что о поведенческих упражнениях мы коснемся в следующем прямом эфире, а сейчас давайте продолжим изучать основные ошибки, соответственно. Так вот, эта привычка самопугания, она повторяется по кругу, вы начинаете избегать каких-то мест, вы начинаете верить, что вам что-то грозит, вы теряете нормальную нить жизни, и угроза, которая действительно есть в паническом расстройстве – это ваша дезадаптация. То есть вы не умрете от панического расстройства, никто еще от панической атаки не умер, поскольку невозможно умереть от того, что вы сами генерируете эмоции, страх и тревогу, если только вы не тяжелый кардиологически больной. Поэтому с паническими атаками врачи очень так сильно не церемонятся, потому что это абсолютно безопасная история, как бы вы себе не продавали, что вы чувствуете себя, что вы вот-вот умрете. Это все работа именно адреналина. Соответственно, замыкание вот этого круга «я не хочу вегетатики», «я не хочу паники», «я не хочу этого приступа», «с верой, потому что мне это опасно», «потому что это ужасно» и замыкает этот порочный круг. Как его разомкнуть, поговорим немного позже. А сейчас продолжим изучать основные, скажем так, ошибки. Надеюсь, вам стало более понятно, о чем идет речь. Поэтому задайте себе вопрос, вы испытываете просто тревогу, и у вас есть ипохондрическая тревога за здоровье, повышенное внимание к своему организму, повышенная вегетативная активность, либо вы продаете себе историю вплоть до паники и спасаетесь. Если вы до паники продаете себе историю и спасаетесь, вам нужны будут упражнения для панических атак. Если вы в целом испытываете вегетативную дисфункцию и повышенную тревогу, вам нужна терапия тревожного расстройства. Я выписал для себя несколько основных таких вот типичных ошибок. Давайте начнем с самой такой наболевшей последние дни, скажем так. Нужно ли искать внутренний конфликт при работе с паническими атаками? Чтобы ответить на этот вопрос, я хочу вам объяснить основную концепцию. Паническая атака – это проявление проблемы. Это как слизь, которая выделяется в носу при наличии определенного патогена. Например, попал аллерген какой-то, и у вас пошло выделение слизи. Так вот, паническая атака, как привычка себя пугать в средстве вегетативного напряжения, это проявление проблемы. Паническая атака – это не сама болезнь. То есть нельзя заболеть паническими атаками. Забудьте эту историю, пожалуйста. Надеюсь, вы меня поняли. То есть люди не болеют паническими атаками. Блогеры, которые говорят, что я болею паническими атаками, ошибаются. Люди болеют тревожным расстройством, проявления которых очень многообразные. Фобическое проявление – страх за сердце, заболеет онкологией. Ипохондрическое проявление – повышенное внимание к своему организму и поиск в себе заболеваний, многочисленное обследование. Обсессивно-компульсивное проявление – навязчивые мысли, а вдруг я сойду с ума, потеряю контроль. Повторение каких-то ритуалов, которые помогают справиться с напряжением. Поиск в себе какой-то болезни, уже сказал. Вплоть до паники. То есть все, что я сейчас перечислил – это не самостоятельная проблема. Это проявление тревожного расстройства. Поэтому, когда вам скажут, что я болею паническими атаками, вы можете смело улыбнуться и сказать, «Зайка, ты болеешь тревожным эмоциональным расстройством, которое называется невроз». А есть у тебя паника, привычка себя пугать, нет у тебя привычки себя пугать, от этого тревожное расстройство никуда не девается. Огромное количество людей, которые ошибаются и думают, что исключив приступы паники, они справятся с проблемой. Это самое главное заблуждение, потому что исключить приступы паники, поверьте, несложно. Вы работаете с правильным представлением и вы работаете с правильными поведенческими упражнениями, которые доказывают вам, что вы зря пытаетесь этого избежать. Все, вы больше паниковать не будете. Но тревожное расстройство со всеми эпохондрическими вегетативными соматизациями никуда не денется. Поэтому тратить деньги на лечение панических атак – это, так сказать, билетряные мельницы. Значит, надо ли искать внутренний конфликт? Смотрите, когда мы говорим о психодинамической концепции невротического расстройства, мы не говорим о панических атаках. Сама паническая атака – это проявление. И работать с панической атакой нужно отдельными методами. Правильно образовать, правильно простимулировать пациента на выполнение определенных упражнений. Мы здесь не трогаем маму, папу, родовое проклятие, Венеру в Меркурии, ретроградный Меркурий. Мы не трогаем сосуды, ластехондроз, кишечник. Мы не трогаем вообще ничего, кроме как правильное представление пациента о своем самочувствии и правильные поведенческие экспозиционные упражнения. Все. То есть говорить о том, что надо искать внутренний конфликт при работе с паническим расстройством – абсолютная чушь и нелепость. Но, когда мы говорим о работе с самим тревожным расстройством, с самой причиной этого эмоционального состояния, вот здесь диалог и те тезисы о внутренних конфликтах абсолютно уместны и нужны. Просто в нашей стране очень мало специалистов имеет правильное представление о патогенетической концепции. И, к сожалению, их слабая подготовка заставляет обесценивать всю эту историю. И вот ваш покорный слуга 15 лет отстаивает психодинамическую концепцию в сочетании с когнитиноповеденческой. Следующая типичная ошибка интерпретации пациентов, что паническая атака – это болезнь сосудов и сердца. Поверьте, паническая атака, как паника, которой вы выбегаете из горящего сарая, никакого отношения к болезням сосудов и сердца не имеет. И то, что вы находите иногда какие-то находки в кардиологическом обследовании, заключается в том, что у вас была какая-нибудь блокада левой ножки пучка гиса, увеличенный левый желудочек, какие-нибудь другие анатомические особенности. Вы с ними жили всю жизнь, просто вы об этом никогда не знали. Но все эти анатомические особенности, анатомии вашего сердца или какие-то другие моменты не связаны с патогенетической основой. То есть они не создавали панические атаки. Хорда дополнительная, еще какая-то сердечная необычная анатомия не создают панические атаки. То, что у вас на кардиологическом обследовании синусовой тахикардии, обусловлено повышенной тревожностью. Человек в тревожности не может не испытывать синусовой тахикардии и синусовой тахиаритмии. То есть не бывает такого, что паникер и человек с невротическим расстройством на тахикардии показывает пульс 57. В основном это постоянно завышенный ЧСС, потому что человек находится в хроническом тревожном состоянии. Это то же самое, что я с вами бегу трусцой, вы измеряете пульс, говорите, ой, что-то чистит. Так мы же бежим. Так вот, невротик, который измеряет пульс, который постоянно повышенный, это в принципе та же самая логика, что постоянно бежать, измерять пульс и удивляться. Поэтому удивляться высокому ЧСС при тревожном расстройстве абсолютно нелепая штука. И паническое расстройство, панические атаки к сосудам, пережиманиям сосудов не имеют никакого отношения. Здесь же в этой связи больная тема с остеохондрозом. Есть почему-то врачи, которые, видимо, очень такие нуждающиеся в деньгах. И они очень любят рассказывать истории, что панические атаки связаны с защемлением и передавливанием сосудов в шейном отделе. Паническое расстройство – это проявление эмоционального расстройства. А эмоциональное расстройство никаким образом с дегенеративными изменениями в хрящах не имеет. Ваши мужья, жены, дети, будущее, карьера, измены, неопределенность, слишком эмоциональное отношение к ситуациям никакого отношения к остеохондрозу не имеет. Есть куча людей с остеохондрозом, у которых нет невротических расстройств. Есть куча людей с невротическим расстройством и с остеохондрозом и так далее и тому подобное. Поэтому не верьте тому, что панические атаки – это следствие проблемы в шее. Может быть, человек с невротическим расстройством и с проблемами в шее. К слову сказать, если мы возьмем тысячу людей с паническими расстройствами, то в половине случаев мы увидим у них остеохондроз. И возьмем тысячу людей, которые не жалуются на панические расстройства, мы тоже в половине случаев увидим остеохондроз. Соответственно, этим врачам очень удобно сказать «О, вот она причина». Да, действительно, налаживание кровотока, если он у вас ухудшен посредством остеохондроза, это хорошая вспомогательная терапия, но никакого отношения к невротическому расстройству не имеет. Следующая иллюзия – паническая атака – это большой риск для здоровья. Это тоже такой миф. Внутренний адреналин, который выделяется вами в ответный испуг, никакого отношения к риску не имеет. И в реанимации скорая колет адреналин. Адреналин входит в состав многих медикаментов стоматологии. Потому что сам по себе адреналин никакого вреда для организма не несет, если вы не тяжелый сердечник и не имеете сопутствующей сердечной патологии и тяжелой старческой инвалидационной какой-то особенности. Поэтому ваш внутренний адреналин, сколько бы вы себя не пугали, никакого отношения к износу сердца не имеет. А ваша привычка себя пугать – это то же самое, что вы бегаете каждый день, то, что вы занимаетесь спортом каждый день. Только от спорта что-то люди сердце не изнашивают. Марафонцы бегут на пульсе 180 всю жизнь, 220 – велосипедисты. И что-то мы не говорим о том, что они изнашивают сердце свое. Представляете себе, футболисты, у них постоянно рваный пульс, то быстро, то медленно, то быстро, то медленно. Но мы не говорим, что все профессиональные спортсмены занимаются спортом, чтобы износить свое сердце. Поэтому не верьте в эту историю. Следующий миф о том, что панические атаки – это приводит к истощению надпочечников или к истощению организма. Поверьте, я вас разочарую, то, что вы стали испытывать вегетативную активность, которую испугались, – это уже истощение. То есть вы уже себя истощили, и панические атаки здесь ни при чем. Вы сначала психически себя истощили вследствие затянутой проблемы, которую вы не решали в личной профессиональной сфере, эмоциональной сфере. Это как раз-таки привело к истощению, и это истощение привело к вегетативной дисфункции, которую вы потом испугались и стали избегать по принципу «только бы этого не случилось». Поэтому сами панические атаки – это не приводит к истощению. Вы уже в истощении, поэтому у вас вегетативная дисфункция. А паническая атака – это здоровая реакция адреналина организма. Есть еще один такой миф, что панические атаки от плохого питания, высокого сахара или зашлакованности кишечника. Тоже популярная в Инстаграме тема. Смею вас заверить, что никакие, даже самые примитивные социальные исследования не подтверждают даже эту сомнительную историю. Сахар, зашлакованность кишечника, Венера в Меркурии, питание – никакого отношения к эмоциональным расстройствам и паническим атакам не имеет. Следующая история о том, что панические атаки – это наследственность. Нет. Паническая атака – это испуг вегетативной активности. Ваше невротическое расстройство, ваша конституция может иметь некоторую наследственную отягоченность или особенность. Например, вы выросли в семье тревожные матери, вы выросли в семье небезопасной, и вы выросли тревожным человеком. Можем ли мы сказать, что это наследственность? Нет. Это приобретенность. То есть, если вы выросли тревожным человеком, то ваша вегетативная стимуляция, ваше тревожное представление о мире, оно не генетическое, оно приобретенное. И ваша вегетативная активность здесь следствие, а не причин. Следующая, частая, последняя, наверное, история, что панические атаки лечатся только медикаментами. Это, к сожалению, тоже частый миф, но здесь есть такой плюс-минус. Само по себе паническое расстройство и сама по себе привычка себя пугать не лечатся медикаментозно. Более того, есть соблазн людям помочь себе феназепамом или транквилизаторами, чтобы избежать этого негативного состояния. И здесь они впадают в порочный круг. Проще выпить таблеточку и не испытывать никаких вегетативных и тревожных состояний. И вот эта простота, она замыкает порочный круг. Люди подсаживаются на транквилизаторы и вместо того, чтобы поведенческими, научно-обоснованными упражнениями доказать себе, что это безопасно и научиться возвращаться в нормальную жизнь без приступов самопугания, они, к сожалению, употребляют фармакологию. Фармакология не нужна для того, чтобы справиться с истинным паническим расстройством. Фармакология нужна для того, когда у нас очень тяжелый случай, когда у нас очень запущенное тревожное расстройство, с очень ярко выраженной астонизацией, с очень ярко выраженной истощенностью по всем шкалам, с очень ярко выраженной тревожностью или даже депрессивностью, как вторичная, например, тревога. И здесь тогда терапия первого шага действительно грамотное сочетание разных препаратов для того, чтобы человек немного восстановился. Но говорить о том, что паническое расстройство лечится только медикаментозно, это неправда. Ваш покорный слуга никогда не принимал ни транквилизаторы, ни антидепрессанты. Тысячу моих клиентов кто-то принимал, а потом все равно все это возвращалось. Кто-то не принимал и справлялся. Кто-то принимал, потом прекращал. В общем, это не так. Что хочется вам сказать напоследок. Чтобы устранить привычку себя пугать, надо просто набраться мужества. Нужно научиться правильно представлять то, что с вами произошло, и сделать поведенческие упражнения. Доказать себе безопасность и доказать себе то, что вы просто ошиблись. А вот дальше это уже вопрос именно самой психотерапевтической работы. Соответственно, давайте я включу ваши комментарии, наверное, и отвечу на некоторые вопросы. Если такие будут, буквально коротко. Только, пожалуйста, не задавайте вопросы. А это там покалывание, мушки. Может быть, вопросы более такие конкретные. Значит, что касается самой терапии панических атак. Я говорил уже и повторю, что есть два основных базовых момента. Первый момент – это правильное образование. Второй момент – это правильное поведение. Сразу забегу вперед. Правильным поведением будет ничего не делать. Вот сейчас многие удивятся. Поставьте плюсик, кому это помогло, и посмотрите внимательно в чат. Вот посмотрите в чат, сколько людей сейчас подтвердят эти странные, но абсолютно научные слова. Правильной терапии панических атак – это ничего не делать во время паники. Это ничего не делать, когда вам начинает казаться, что что-то произойдет. Именно отсутствие спасения, именно отсутствие каких-либо действий во спасении и есть терапия. А вот ваша попытка спастись или устранить – это как раз-таки ошибка. Вот вы видите, сколько людей вам сейчас об этом это подтверждают. Поэтому давайте об этом поговорим в нашем следующем эфире. Отправьте, пожалуйста, это видео блогерам, у которых все панические атаки, и они никак их не вылечат. Ну, а мы с вами встретимся в следующий раз и поговорим уже более предметно о том, какие поведенческие научные упражнения нужно делать, что делать не нужно в этих упражнениях, как заставить себя бездействовать и как заставить себя поверить, наверное, в то, о чем говорю я и мои коллеги. Соответственно, я с вами прощаюсь. Спасибо за ваше внимание. Хорошего вам воскресного вечера. Ваш Алексей Красиков, Школа эмоционального интеллекта и вся моя команда желает вам здоровья. И до новых встреч. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok